Всем привет! Ну, понятно, что будет сейчас происходить. Меня это радует, потому что группу Джет Ротал я безумно люблю. Не то чтобы с детства, да вообще с детства, наверное, с детства. Я был совсем юн, когда услышал впервые Джет Ротал, и меня очаровала эта музыка так, что до сих пор я слушаю пластинки Джет Ротал, покупаю новые, хотя новые какие? Новые я жду, когда новый выйдет альбом, потому что все остальные у меня есть. Но когда речь заходит о Джет Ротал, с кем бы я ни общался, ну, я имею ввиду незнакомых людей, когда начинаешь с кем-то говорить, Джет Ротал. О, Акваланг! Ну, конечно, как же нам без этого замечательного альбома Акваланг? Здесь изображен не Ян Андерсон, как многие думают. Здесь старик, нищий старик с фотографией, которую художник немножко переделал, и она стала немножко похожа на фотографию, на картину с изображением Яна Андерсона, отчего он страшно злился. Здесь тоже немножко похоже на группу Джет Ротал все. Так, Андерсон очень злился, ему не нравилось это все. У меня их два, один американский, другой совсем новый. Американский настоящий, кстати говоря. Вот. Так что горжусь этим делом. Хотя глупо гордиться. Чего гордиться? Нашел пластинку, докупил. Никакой гордости в этом нет. Но пластинка очень хорошая, действительно, очень хорошая. Записана в трудных условиях, в очень хорошей студии Айленд, которую построил в Лондоне. Студия была абсолютно новая, по последнему слову техники, оборудованная, огромная. И когда музыканты Джет Ротал туда пришли, они не то чтобы испугались, но оторопели. Потому что они в таких условиях никогда не записывались. И вообще не очень хорошо еще некоторые из них играли. Но пришел Джеффри Хаммонд Хаммонд, который вообще играть не умел, как говорит Андерсон. Но Андерсон человек язвительный достаточно, и он может и приврать. Но, говорит, что учился просто на бас-гитаре играть на глазах. Сидел, занимался, занимался. Андерсон показывал ему, как дергать струну, как правильно зажимать, как играть ритмично, чтобы это было хоть как-то на месте. Вот такая демократичная обстановка была в группе, на самом деле. Никто не проводил кастинга на лучшего бас-гитариста, а научил, хотя все остальные играли замечательно. Правда, Андерсон ругал Мартина Барра, который в самом начале карьеры плохо справлялся с блюзовыми историями на гитаре. Но потом научился, и все мы знаем, как блестяще играет бар на гитаре. Ну, Акваланг. Значит, пришли они в студию и не понимали, чего делать, потому что огромное количество каких-то было на тот момент времени, да, 70-71 год, на тот момент времени новейших обработок звука. Я не знаю, какие там были в 70-м году обработки звука у них, на сегодняшний день очень простые, но, тем не менее, они были, их было много. И музыканты не понимали, что с этим делать. Начали играть, все звучит ужасно, все не так, все неправильно, и, в общем, был полный какой-то раздрай. Но начали постепенно с этим справляться. Запись была многодорожечная, ну, я так понимаю, что четырехдорожечная все-таки. И эту пластинку они писали по треково, хотя звучит все вроде бы как вместе, все правильно, все слитно, но когда начинаешь внимательно слушать, чувствуется, что это по трековой запись. Очень много писал Андерсон сам, например, песню «Локомотив Брэйв», как он рассказывал, никак не могли они с ней совладать. Ничего не получалось. Получалась какая-то каша из «Локомотив Брэйв». Андерсон тогда сел за барабаны, записал бочку и хэт. Потом записал акустическую гитару, а потом стали на все это дело накладывать. Остальные партии наложили, потом приклеили фортепианное соло сначала. Не соло, точнее, кусочек фортепианной партии приклеили. И сложилась, песня заиграла, просто заискрилась и стала мировым хитом. Песня, которая всегда звучит на концертах Джет Ротал, чаще всего на бис, и зал просит, ждет «Локомотив Брэйв», когда же эта штука случится. Музыканты были уставшие все. Все были уставшие, особенно Ян Андерсон был устал, уставший. И песни писались у него. О чем я говорю? Был огромный тур, американский тур. В Англии группа была не очень популярна на тот момент времени, а в Америке шло все на ура. И был грандиозный тур американский. На разогреве у Джет Ротал играла группа «Ес» ни больше, ни меньше в определенный период этого тура. Андерсон очень напрягался, потому что у «Ес» все звучало, все свистело, все звенело, все было вылизано, вычищено. И они все говорили о цветах, природе, прекрасной жизни. Ну, такие хипаны настоящие. И очень хорошо все играли. И Андерсон немножко комплексовал по поводу «Ес». Но вторая часть тура проходила вместе с «Ладзеппелин». Уже Джет Ротал разогревали «Ладзеппелин». В одной гримерке все существовали. Еще не были все такие пафосные, как нынче. И, в общем, иной раз они убирали «Ладзеппелин». На концерте «Джет Ротал» звучали очень громко, очень мощно и очень необычно. Ну, по крайней мере, они были наравне, две эти группы. Очень интересная была история, когда Роберт Плант украл у Андерсона пальто в гримерке. Потом много-много лет спустя они встретились, и Плант извинялся за то, что украл у Андерсона пальто. Они немножко повздорили, но не то чтобы повздорили, но как-то так не очень тепло поговорили. И Плант решил отомстить, сперт старое пальто Андерсона из гримерки. Вот такие замечательные истории. Но про «Акваланг». Пластинку называют антирелигиозной, антиклирикальной и вообще такой очень резкой и жесткой. Она действительно резкая и жесткая, и в Америке ее запрещали на радиостанциях, в Англии тоже запрещали передавать песни из этого альбома на радио. А в церкви, в Америке, в церквях, точнее, американские, ну, американская церковь вообще предала анафемию этот альбом. Он повторил судьбу Джона Леннона в этом смысле. Когда тот заявил, что Битлз популярнее, чем «Осус Христос», там тоже ломали пластинки, сжигали их, выбрасывали, разрывали конверты и все такое прочее. Андерсон же говорит, что песни были написаны очень быстро, часть из них была уже готова, некоторые песни еще со времен «Бенефит» были в сознании уже и в пальцах. Но он говорил, что в моей жизни не было каких-то таких драм, серьезных травм, событий, которые бы повлияли на то, о чем писать песни. Пришлось выковыривать из памяти детские воспоминания, детские эмоции, детские впечатления. И много этих впечатлений были связаны со школьными годами, с посещением англиканской церкви, когда их детей заставляли надевать килты, или килты, килты, строем ходить. И его это все очень раздражало, вот эти строевые походы и все. И он выразил все свои юношеские мысли в песнях, которые входят в альбом «Акваланг». Что мне нравится? Ну, сама песня «Акваланг», конечно, все ее знают, все ее слышали. Посвящена она тому, что Господь создал человека, человечество. И в каждом из человеков, из людей может заиграть, загореться божественный огонь. Даже в таком ублюдке, как «Акваланг». Примерно вот об этом повествует полотно. Акустическая часть перерастает в жесткую электрическую. Три раза меняется форма. Очень все интересно, настоящий хит. Но мне больше нравятся здесь, на самом деле, акустические вещи. И прошло время. Возраст мой изменился. Я не знаю, что со мной случилось. Но моя любимая песня теперь здесь – это «Чип Дэйр Торн». Короткая акустическая песня. Андерсон записал ее один. Пришел в студию раньше всех. Никого еще не было. И он говорит, что... Кстати, студию арендовала группа «Ладзепелин». Вот эту грандиозную. Андерсон сказал, что сам бы он никогда в такую огромную студию не пошел. Неуютно ему было. Но «Ладзепелин» ее арендовала. Они как-то были вместе там задействованы в этом деле. И пришлось им там записываться. Время надо было экономить. Андерсон пришел раньше всех. Время идет. Он сел, взял акустическую гитару. Сам все сыграл. Сам спел. Там две гитары он наиграл акустических. Потом был добавлен оркестрик небольшой туда. Получилось удивительно красивое. На мой взгляд, одна из самых красивых песен на альбоме. «Чип Дэйр Торн». «Мады Гуз» с акустикой. Тоже перерастающий, правда, в электричество. Очень интересная. «Вандрин Аланг». Тоже, собственно, акустика коротенькая, очень красивая. «Аптуми». Очень злая песня. Очень злая. Очень резкая. И вызывающая раздражение, конечно, у истеблишмента всякого. Потому что она такая про простых людей и про их убедительное настроение. «Май Гат». «Май Гат» с прекрасным флейтовым соло. Классическим. Андерсон говорил, что песню «Май Гат» он будет исполнять всегда, сколько бы он ни жил, на всех концертах. Обращение к Богу, его осмысление Бога. И он говорил, что пластинка ни в коей мере не является концептуальной, как ее называли все. Джет Ротал записали концептуальный, антиклирикальный альбом. Ничего подобного. Андерсон говорил, что он абсолютно следует заповедям. Все мы читали их в Библии. Полностью его все устраивает. Оценил послание Господне. Устраивает Андерсона все хорошо. Его не устраивала формальная часть англиканской церкви. Вот ее он и критиковал. Она ему очень не нравилась. И он пел, собственно говоря, о том, что Бог – это одно, а англиканская церковь – это совсем другое. И не совсем имеющая отношение к Богу. За это и получал. В общем, достаточно серьезно. Гимн 43. «Блюз для Иисуса», как он называл эту песню. Тоже тяжелая электрическая вещь. Но, в отличие от «My God», Андерсон говорил, что если его заставят эту песню петь еще, он будет, наверное, покончить с собой. Потому что, ну, невыносимо. «Sleep Stream» – вот еще один бриллиантик акустический. Опять Андерсон на гитаре. Опять оркестр. Опять удивительная красота, свежесть. И здесь уже не мешает то, что это патрековая запись. Вот чувствуется какая-то живость, какой-то воздух есть. Вот какая-то правда в этом существует. Так получилось. Хотя патрековость, она всегда убивает, в общем-то. Ну, не совсем убивает. Все хорошо бы, к этому привыкли все. И музыку воспринимаем патреково записанную, как само собой разумеющуюся. И все так пишут вообще. Уже давным-давно все пишут патреково практически. Здесь только отчаянные парни вживую записывают бенды. «Локомотив Брэс» – я уже говорил. Бронебойный хит. Невероятный злой, посвященный смерти, в общем-то. Потому что мы несемся в неуправляемом поезде. И нам из этого поезда не спрыгнуть. А машинист уже забил на все. Выдернул рычаг, и ничего ему не надо. Несется куда-то, не знаю куда. И «Виндап» – песня последняя. Она очень интересная. Она, мне кажется, вполне могла бы войти в альбом. Вот этот самый «Told Rock'n'Roll» – «But to end to die». Как-то она по структуре, по построению, по настроению. Она очень похожа. Она ложится прямо вот на 76-й год. Почему-то. Она очень красивая. Мне очень нравится как раз вот этот альбом. «Told Rock'n'Roll». И песня «Виндап» прямо вот, прямо, кажется, опередил время, в общем-то. Хотя он опередил время по полной схеме. Всеми остальными песнями и «Aqualang», и «Croyside Mary», и «My God», «Locomotive Breath». Все они звучали, по крайней мере, не знаю, что сейчас там будет происходить на концертах, но на всех последних концертах, которые играла группа Jet Rotal, все они звучали в качестве бессирования. Потому что до сих пор это главный такой трейдмарк группы Jet Rotal, пластинка «Aqualang». Незабываемая и, на мой взгляд, обязательная в коллекции любого меломана. Мне так кажется, во всяком случае. Может быть, я ошибаюсь. «Aqualang», Jet Rotal – один из шедевров музыки 70-х годов. Да что там 70-х, 21-го века. Пошел пить. Бай-бай, пока. Бай-бай, пока.